Всем привет, друзья! И сегодня у нас будет видео формата влог. Мне очень приятно, что вам нравятся такие ролики. Но и мне вдвойне приятнее готовить их для вас, потому что в таких видео мы с вами становимся ближе к друг другу. И в комментариях под прошлым влоговым вы меня просили показать свою деревню. Что же я там делала? Но знаете, особо там показывать нечего. Потому что деревня полная глушь, населения совсем мало, осталось буквально три жилых двора. Поэтому я и не снимала, и у меня три недели в мае были такой своеобразной перезагрузкой. Я действительно чуть отдохнула и душой, и телом, и своеобразная перезагрузка в мозгах у меня тоже была. Поэтому я чуть-чуть отошла от съемок, решила дать себе отдых. Потому что вы знаете, что на протяжении года я много снимала, по несколько видео выходила. Даже в один день, каждый день. И это накладывало определенный отпечаток. И у меня даже сложилось определенное чувство выгорания. Поэтому да, перерыв был. Но в следующих видео я вам хотя бы чуть-чуть покажу, что же у нас растет. Ну а сегодня мы с вами поговорим о домашних делах. Я вам расскажу, как пережили мои цветы, а также моя рассада помидоров. Вот такой длительный перерыв. Потому что остались они без полива. Я никого не просила поливать свои растения. Проверяла разные лайфхаки, как можно сохранить растения без полива. Ну и конечно же сейчас вам это расскажу. Ну и чем же мы занимались в деревне? Ну и естественно сажали картошку, морковь, лук. Стандартный ассортимент. Свеколку-то я еще забыла упомянуть. Ну и занимались кое-какими строительными делами. Там поделывали фундамент, крышу. А также красили оградки на могилках. И вот кстати, вот по такой дорожке шли мы на кладбище к бабушке. Как видите, все позаросло. И 20 лет назад на этом месте были чистые поля. Но как видите, лес повсюду. И все потихоньку зарастает. Ну и вот по возвращении домой наступает самое интересное. Сейчас смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я совершенно разучилась краситься. Непонятно, что у меня на голове. И давайте покажу, что же стало с цветочками. Ну и вот таким образом выглядел у меня коридор, заваленный полностью вещами. Что же с цветами? Фикус, денежное дерево, а точнее замиакулькас и сенсивьера у меня пережили все прекрасно. Насчет них я и не переживала. А вот остальные растения, конечно, у меня были прям. Ручки в кулачках держала, чтобы было все хорошо. Орхидеи пережили все прекрасно. Смотрите, даже цвели я их поставила просто в большой таз, налила воды и они пережили все идеально. Большой фикус также прекрасно справился с капельным поливом через бутылочку. Посмотрите, ни один листочек не упал и земля была мокрая. Вот этот фикус, а точнее, кажется, его зовут хавея, если я не ошибаюсь, чуть подзавял. Вот этот щучий хвост у меня тоже прекрасно все пережил. А с потифилом, конечно, листочки повесил, но сейчас я его быстро реанимирую. Поставлю в ванну, залью водой, полью дужком и он, конечно, оживет. Уже несколько раз в течение пары лет у меня были такие случаи, когда с потифилом упадал. И я его, конечно, реанимировала и с ним стало все прекрасно. Постоянные зрители канала помнят, что я сажала балконные помидорки и у меня были опасения, что они у меня просто загнутся. Но когда я увидела вот это, вот эту массу зелени, я очень сильно удивилась. Потому что помните вот эту маленькую рассаду, которая даже не выглядывала из ящиков? И посмотрите, что стало за три недели. Даже некоторые ящики не впитали воду, забилось отверстие в бутылочке и все равно они продолжали расти. И я сделала вывод, что на рассаду я влияю негативно. И без меня растения растут больше, лучше и продуктивнее. Поэтому думаю оставить их вообще одних и не прикасаться, чтобы не портить им ауру. Ну а честно говоря, я очень рада, что все помидорки у меня выжили. Причем посмотрите, некоторые уже с кашкой. И мне нужно в ближайшее время будет их пересадить. Ну и пока быстренько отливаю все растения, чтобы они пришли в себя. Убираю все миски, все по своим местам и привожу квартиру в более-менее нормальное состояние. Ну а далее приступаю к разбору вещей. А точнее к разбору продуктов. Привезли домой все, что не успели съесть там. Это какое-то там варенье, разные остатки продуктов, колбаски, кисели, супы. Все это естественно вернулось домой. Даже рыбный суп вот в такой баночке тоже приехал домой. И это очень удобно, потому что сразу не надо готовить. И приезжаешь домой, есть чем покормить ребенка. Все это перекладываю по своим местам, расставляю. Также перекладываю конфетки, которые там не стали оставлять, чтобы мышки их не поели и не порастащили. Как всегда по традиции, после деревни мы заезжаем у город Киров, это Калужская область, на рынок. И закупаемся там основными продуктами. У меня это, конечно же, овощи. В большом количестве я беру огурцы, потому что я сама люблю салаты с огурцами. Соня у меня любит даже просто так огуречек погрызть. Ну и естественно помидорки. Также в отдельные лоточки я перекладываю хлебушек. Кстати, новые зрители на канале спрашивали, что же это за такие лоточки. Это лоточки из фикс прайса за 55 рублей, которые я покупала, наверное, года два назад. И до сих пор они у меня живы. И пользуюсь ими, как видите, постоянно. И помидорки также все распределяю, все по своим местам. И несмотря на то, что я как бы находилась в отпуске и должна была отдохнуть душой, но столкнулась с такой проблемой, как панические атаки. А точнее даже не сами панические атаки, а чувство повышенной тревожности. Периодически бывает, что на меня на такое нападает. И я прочитала, что можно использовать специальные препараты для уменьшения этого чувства тревожности. Особенно если какое-то это чувство необоснованное. Поэтому взяла на пробу препарат Силанг. Этот препарат представлен в виде назальных капель. То есть их нужно будет закапывать в носик. Заказывала, кстати, я препарат через приложение Ютека. Можно заказывать на сайте аптека.ру. Или же можно поискать в обычных аптеках. Стоит не так уж и дорого, но вот эффект действительно есть. Я уже пользуюсь, наверное, дней 10. И я заметила, что вот тяжесть груди, как будто вот душа болит. Вот это ощущение у меня ушло и мне стало полегче. Я использую этот препарат, естественно, закапывая в нос. И капываю на перегородочку в носу. И слегка зажимаю переносицу, чтобы препарат хорошо впитался. Не нужно его закапывать, просто как обычные капли. И эффект наступил у меня буквально день на второй. Уже на второй день вечером я почувствовала, что мне становится намного легче. И вот сейчас, по прошествии курса, я чувствую, я вижу этот результат, что мне стало поудобнее, мне стало покомфортнее в плане эмоциональном. И могу сказать, что препарат работает. Буду теперь периодически брать вот такие капельки на профилактику, чтобы дальше не впадать в депрессию. Эффекты есть, советую обратить внимание, потому что препарат рабочий и доступный. Ну и далее продолжаю разбирать сумочки, пакетики и коробочки с продуктами. Перекладываю все конфетки и печенье по своим местам. Храню я конфеты и печенье в обычных жестяных баночках из Викспрайса. Так как пока на огороде еще толком ничего не выросло, то пришлось на рынке у бабушек купить зелень. Лук. Вот купила два таких шикарных пучка зеленого лука. Не знаю, то ли в теплицах они его выращивают. Но лук шикарный и каждый пучок стоил по 30 рублей. Я считаю, что это копейки. И разрезаю все, подгоняю под лоточек, отрезаю вот эти верхушки зеленушку, а белые части оставляю отдельно. И так как у меня получилось лука много, мне захотелось его как-то сохранить. Вспомнила, что перед майскими праздниками я на Валберес заказывала вот такой вакууматор. А кстати, это никакая не реклама. Покупала я за собственные деньги. Ну, точнее, да, это реклама. Так как любой предмет, который упоминается в видео, это своеобразная реклама. Но она не проплаченная. Я вам рассказываю о своих покупках. Я взяла один из бюджетных вариантов вакууматора. Обошелся он мне 820 рублей. Подобных агрегатов на Валберес, на Азоне, на Алиэкспрессе полным-полно. Знаете, я пока еще пытаюсь с ним подружиться, потому что есть определенные тонкости при его использовании. Но пока могу сказать, что аппарат легкий, простой в применении. Но подружиться с ним действительно стоит. Для чего же я вообще заказывала этот вакууматор? Потому что у меня очень много в запасах бывает овощей, фруктов, либо зелени. Поэтому хочется максимально сохранить и увеличить их срок годности, срок хранения. Поэтому решила вот эти белые части от лука я запаковать в вакуумный пакетик. Все перекладываю. Кстати, вместе с вакууматором шел комплект пакетов. Вот так вот вкладываю туда, прижимаю и нажимаю на кнопочку. Но вот знаете, нужно приноровиться. Я сначала делала не совсем правильно. Нужно правильно укладывать в пакетик. И потом вам уже покажу окончательный вариант использования. Могу сказать, что запаивает. Действительно, пакеты становятся герметичные. А вот для того, чтобы откачать воздух, тут нужно приложить определенное усилие. Ну и раз мы с вами поговорили о покупках с Wildberries, я сразу же перед приездом, перед тем, как зайти домой, забежала в пункт выдачи и забрала остальные покупочки. У меня набрался целый пакет, потому что за три недели многое там заказывала, но не успевала забрать. И тут у меня множество товаров вообще разношерстных. покупала с распродажи. И давайте сейчас все выложу и вам поближе покажу. Так, ну и что же я заказала? Дополнение к вакууматору я заказала вот такие пакеты. Кстати, очень порадовал меня выбор вакуумных пакетов, которые можно приобрести. Они продаются рулончиками, то есть они не запаяны. Нужно отрезать по размеру, и это правда очень здорово. Запаивать один конец, складывать туда какие-то продукты, и потом откачивать воздух и запаивать оставшуюся часть. Я заказала два размера этих пакетиков. И вот еще раз решила использовать и попробовать этот вакууматор. Отрезала необходимый размер пакетика. Вот так закладываю один край. Нажимаю на кнопочку, на зажимчики, и запаиваю один конец, чтобы у меня получился пакетик. Вот тут вакууматор работает просто прекрасно. Далее получилось так, что было в запасе очень много хлеба. Вот такой бантончик с изюмом. Поэтому решила его запаковать в пакет, чтобы он сохранил свою свежесть. Положила вовнутрь. И вот таким образом заправляю край пакета. Тут нужно приноровиться, чтобы действительно можно было откачать воздух. Но у меня до сих пор не с первого раза получается это сделать. Поэтому буду еще дальше разбираться. И в следующих влогах я вам подробнее расскажу, что у меня получалось, что нет. Вот запаивает, да. А вот с откачкой воздуха у меня возникают определенные проблемы. Где-то нужно придавливать сам пакет. Где-то нужно придавливать саму крышечку. Друзья, кстати, если у вас есть от подобного плана простые бюджетные вакууматоры, напишите, как вы ими пользуетесь, на что обратите внимание. Потому что я поняла, что этот агрегат капризный и с ним нужно наладить отношения. Пока я была в деревне, просматривая ленту Wildberries, нашла блок распродажи. Там была черная или белая пятница. И увидела вот такой комплект пластиковых наборов для автополива растений. Кстати, артикулы товаров я буду указывать вверху, если вдруг вам это полезно. Вот такой наборчик стоил 47 рублей и состоял он из трех штук. Я считаю, что это вообще копейки. Вот такие держатели предназначены для того, чтобы можно было, естественно, оставлять растения без полива. Сверху устанавливается бутылочка и можно настроить капельный полив. Кстати, я думала, что тут нужно будет прикручивать просто обычную бутылочку. Но тут совсем другой механизм действия. Нужно вставить вот эти штырьки с роликом для того, чтобы можно было регулировать подачу воды. Ну и как оказалось, бутылка не вкручивается на насадку, а просто вставляется. Тут я, конечно, испугалась, что деньги на ветер выкинула, несмотря на то, что это 47 рублей. Не думала, что ничего работать не будет. Но решила проверить на тряпочке, как же вообще эта штучка действует. Я налила в бутылку воды и перевернула. Знаете, я думала, что у меня сейчас просто все выльется через край, но нет. За счет того, что есть вот такой желобок, вода осталась внутри. Далее попробовала покрутить колесико, чтобы понять, капает или нет. Поначалу я очень сильно боялась. По чуть-чуть, совсем по миллиметру я откручивала это колесико. Но тут нужно быть посмелее. И под конец у меня все-таки капельки пошли. И посмотрите, действительно водичка капает. И я думаю, на следующий отпуск вот такие держатели действительно могут облегчить полив. Потому что они за счет вот этого штырька хорошо будут совываться в землю. Ну и подача воды действительно есть. Так что не нужно будет возиться с обычными бутылками, подвязывать. А просто буду использовать эти держатели. Тем более, что купила два таких наборчика. Еще на распродаже я взяла два набора протеиновых батончиков. Тоже они стоили копеечки. Вообще, для меня вот такие батончики – это не основной элемент питания. Но я люблю держать такую мелочевку полезной перекусы в сумке. Особенно, когда на работе. Или же, например, в бегах по магазинам. И чтобы как-то было и полезно, в то же время подпитать себе энергией, я периодически покупаю либо энергетические батончики в фикс-прайсе, либо в других магазинах. Или же обращаю внимание на вот такие перекусы. Полезно. Конечно, наесться такими батончиками нельзя. Но вот если перетерпеть чувство голода, то можно обойтись и просто одной или двумя палочками, насытив организм и не нанося вреда своей фигуре. Друзья, и еще заметила, что на Вайлберис многие производители при окончании срока годности на продукты, будь то это продукты питания, или же, например, косметические продукты, значительно снижают свои цены. Если срок годности отличается буквально на 1-2 месяца, то я закрываю глаза на просрочку и, в принципе, могу взять такие косметические продукты. И в этот раз я взяла антивозрастной концентрат, омоложение и укрепление от производителя Beauty Food. В этой коробочке 5 ампул с сывороткой, которые нужно просто использовать в качестве основы под крем или в качестве основы под тональник. Я уже вовсю пользуюсь этими ампулами и могу сказать, что хватает их надолго, потому что вот одной ампулки у меня хватает на 4-5 применений и выходит очень выгодно. Кстати, несмотря на то, что сыворотка была просрочена на месяц, у меня никакой аллергической реакции не вызвало, а вот эффект увлажнения действительно был. Ну и за компанию взяла определенный концентрат. Это витаминный концентрат для употребления вовнутрь. Как видите, на упаковке заявлено, что в составе имеется комплекс витаминов В, причем разных В1, В2, В6 и так далее. Эти капельки нужно капать в воду или же в какие-то негорячие напитки и употреблять. Тоже рискну, проверю, посмотрим, что же со мной будет, потому что я видела много отзывов на Валберес, что многие, естественно, ведутся на эту цену выгодную, берут себе эту продукцию, но я вот так во всеуслышание буду на себе тестировать и в следующих видео, а я думаю, это будет видео формата «Пустые баночки», я вам уже расскажу, что же со мной стало при проверке, при использовании просрочки с Валбереса, было ли мне плохо, была ли аллергия или же еще что-то. Поэтому надеюсь, что остальное живо, но, по крайней мере, мы с вами проверим этих продавцов. Друзья, помните, что раньше я увлекалась проращиванием микрозелени и решила, что нужно снова восстановить эту традицию, тем более, что у меня осталось с прошлого засева огорода именно из деревни очень много семян горчицы. И я думаю, ну горчицу-то я люблю, я люблю использовать дижонскую горчицу, почему бы не использовать проростки горчицы. Поэтому также на распродаже я заказала вот такой наборчик в виде специальных брикетиков для проращивания семян. И еще заказала очень классный набор из пяти джутовых ковриков, тоже для проращивания. И вот этот набор мне понравился больше всего. Использовать его очень удобно. Просто брала обычный пластиковый контейнер, самый дешевый. По размеру вот этот коврик для этого контейнера подходит идеально. Положила, залила водичкой, дала напитаться. И сверху очень так щедро посыпала зернышками горчицы. Закрыла крышкой и поставила на подоконник. Но а что же выросло и выросло ли вообще, я вам покажу в следующем видео. Ну что, друзья, вот и подошел к концу очередной влог. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Надеюсь, я вас не утомила своей болтовнёй. Поэтому, если видео было полезным, поддерживайте его пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. И скоро выйдет продолжение влога. Так что надеюсь, что мы с вами снова будем обсуждать домашние дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok